Здравствуйте! Это библейский портал экзегет.ру. Сегодняшняя тема – 10 заповедей в историческом контексте. «Заповеди о любви к ближнему» с пятой по десятую. Заповедь пятая звучит следующим образом. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Книга Исход, 20 глава, 12 стих. Когда мы с вами сегодня слышим эту заповедь, то очень часто понимаем ее неправильно. Некоторые думают, что речь идет о почитании в смысле послушания. Именно такой смысл иногда закладывается в учебниках закона Божия, который предлагается детям. «Слушайте маму и папу, потому что есть пятая заповедь о их почитании». Но, конечно, вот такая интерпретация может привести к самым неприятным последствиям, когда ребенок вырастает. Мне известно много случаев, когда уже довольно взрослые, совершеннолетние, юноши и девушки, которые хотели начать свою собственную жизнь, вынуждены были слушаться во всем родителей, или папу, или маму, потому что думали, что так исполняют именно эту пятую заповедь диколога. Однако послушание в таком возрасте приводило нередко к самым негативным последствиям. Это не позволяло им стать самостоятельными людьми. Но мы же с вами знаем, что даже в животном мире, когда детеныш достигает определенного возраста, он должен начать свою собственную жизнь. «Львийцы выгоняют молоденьких львят из логова, а когда те пытаются вернуться, они их кусают, они их бьют, они их прогоняют не потому, что они их не любят, а потому что хотят, чтобы львята превратились во львов». Поэтому, конечно, встает вопрос, как же вдруг появилась такая заповедь, которая в определенный момент может даже нанести урон, не позволит сделать самостоятельным ту или иную личность. Юноша или девушка, если во всем слушаются родители, никогда не станут самими собой. Но обращение и к историческому контексту, и обращение к древнееврейскому тексту показывает, что смысл в заповеди совершенно иной. Еврейский глагол «кавад», который используется, кроме основного значения «быть уважаемым» имеет еще оттенок «быть богатым» или «жить в достатке». Поэтому нужно перевести на современный русский язык эту заповедь следующим образом. «Помогай отцу твоему и матери твоей». Речь идет о том, чтобы ты помогал им, когда они станут уже старенькими, когда они смогут зарабатывать, но ты уже будешь взрослым, и ты будешь их содержать. По сути дела, данная заповедь говорит не столько о каких-то эмоциональных чувствах. Не о том, что сын или дочь придет и скажет «папа, мама, я тебя люблю». Речь идет о том, что вводится система пенсионного обеспечения в Израиле. Народы той эпохи, народы того времени совершенно не знали подобного рода систем. И, конечно, когда родители воспитывают детей, то родители очень и очень много вкладывают в детей. Но вот родители уже старенькие. И бывают ситуации, когда дети, исходя из эгоистических мотивов, не хотят помогать матери и отцу. И вот чтобы этого не происходило, в еврейском народе была введена вот в этом виде пенсионная система. Не было каких-то государственных структур. Более того, мы с вами помним, что в период судей не было ни царя, ни какой-то явной администрации. Евреи жили как свободные люди, и они подчинялись Богу. Это была эпоха теократии. Но уже в этот период максимальной личной свободы, уже в этот период была система поддержки пожилых людей через заповедь, когда взрослые, зрелые люди помогают своим отцам и матерям. Поэтому, конечно, если ты помогаешь родителям, то и ты будешь иметь от детей подобное же отношение. Потому что дети будут копировать твое отношение. И отсюда вторая часть заповеди, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Ясно, речь идет о том, что и Бог тебе поможет. Но кроме помощи Божьей, ты, помогая родителям, создаешь такую обстановку, когда и тебе будут помогать в твоей старости. К сожалению, в межзаветный период, то есть после возвращения евреев из Вавилонского плена, в третьем, втором, первом веках Дородства Христова данная заповедь получила весьма специфическое понимание, реинтерпретацию. Потому что стали некоторые в еврейском народе говорить. Но ведь те деньги, которые я обязан отдать отцу или матери в соответствии с этой заповедью, заповедью номер пять, я их могу отдать на храм Иерусалимский. Я их могу отдать не своим физическим родителям, а самому Богу. И, наверное, это будет здорово. Мы должны констатировать, что, к сожалению, и храмовое духовенство, и раввины той эпохи зачастую одобряли подобного рода перераспределение средств, когда отдавались средства не родителям, а Богу в храм Иерусалимский. Но Господь Иисус Христос против этого выступает. Мы с вами знаем, что такая процедура называлась карван. То есть карван – это пожертвование. И говорили, я не родителям даю, я приношу карван, жертву Богу. Но Господь указывает на то, что это неправильная практика. Важнее пожертвовать людям, потому что через это ты исполняешь заповедь Божию. И через исполнение заповедей Бога ты его почитаешь. Отдавая только материальные средства на храм и нарушая основной из десяти заповедей, ты тем самым Бога оскорбляешь. Поэтому сегодня, конечно же, в качестве основного сохраняется изначальный смысл заповеди, что мы, люди взрослые, самостоятельные, работающие, имеющие определенные средства, обязательно делимся этими средствами с нашими престарелыми родителями. Ну а для деток еще совсем маленьких, не достигших совершеннолетия, конечно, уместен и тот аспект, о котором мы говорили в начале, что необходимо слушаться маму и папу, потому что это тоже хорошо, они воспринимают через это христианское благочестие. Шестая заповедь. Не убивай. Понятно, что эта заповедь запрещает убийство одним человеком другого человека. Понятна логика, раз заключается договор Бога с еврейским народом, и Бог определяет взаимоотношения людей внутри общества израильского, и Бог дает жизнь другому человеку, то никто из членов израильского общества не может эту другую жизнь отнять. Однако возникает следующий вопрос. А как быть с наказанием преступника? Особенно если совершено явное преступление, которое все видели. Есть масса свидетельств, как этот человек ходил и расстреливал других людей. Как с ним быть? С точки зрения Ветхого Завета, конечно, его нужно предать смертной казни. Или как быть на войне, когда нападает противник, если я не буду обороняться, если я не остановлю врага, то он уничтожит меня. А ведь еврейский народ был хранителем божественного откровения, и уничтожение еврейского народа грозило тем, что прервется божественное откровение, слово Божие пропадет из человеческой истории. На помощь нам с вами приходит филология, потому что еврейское слово «рацах», которое используется в этой заповеди, имеет более узкий смысл, чем наши с вами европейские термины, означающие убийство. Этот смысл именно таков, что вот ты не имеешь права убить другого человека по своему собственному произволению, по своему решению, по своей злой воле. Но этот термин и то, как сформулирована заповедь, от людей не исключают то, что можно казнить преступника, то, что было предписано в ряде случаев с законом Моисеевым, и не исключают возможность, сражаясь за свой народ, при этом также убивать, если нет другого выхода. Поэтому данная заповедь имеет ярко выраженный индивидуальный контекст, отношение одного человека к другому. Седьмая заповедь. Не прелюбодействуй. Если мы смотрим на то, как звучала эта заповедь в историческом контексте, в ту эпоху, мы можем констатировать. Не прелюбодействуй, там стоит соответствующий еврейский термин, это не нарушай брачного союза. То есть, если ты уже женатый мужчина или ты замужняя женщина, ты не можешь соблудить на стороне. В связи с этим стоит вопрос, а как же быть юношем или девушком, которые еще не в браке? Что, получается, им это можно? Вот кто-то такой может задать вопрос. Но такой вопрос задавать абсолютно бессмысленно, потому что древние общества в смысле уклада жизни, организации жизни радикально отличались от общества современного. Для девушки было немыслимо куда-то выйти. Было практически невозможно, если она не замужем, куда-то выйти и соблудить. То же самое касалось и юношей. То есть, конечно, эта заповедь, которая говорит, не нарушая брачного союза, она и адресована тем, кто уже в браке, потому что им чисто технически проще было в древнем мире соблудить. Мы с вами читаем в книге притчи Соломоновых о том, что муж уехал, жена осталась, жена фактически глава дома, и вот у нее появляется такая благоприятная возможность соблудить, привлечь на свою сторону путем лукавства, путем козней какого-то человека, симпатичного мужчину, который ей нравится. Поэтому, конечно, и в том контексте историческом и сейчас это заповедь означает не только запрет на прелюбодейство, на сексуальные связи женатых и замужних, но, конечно, и запрет на сексуальные связи до брака. Иногда спрашивают, по какой причине? Ведь есть такое сейчас расхожее представление о том, что давайте мы попробуем. Вот он и она, юноша и девушка, мы сойдемся, поживем некоторое время, понравится, ну и хорошо, а не понравилось, мы разбежимся, тем самым мы либо создадим хорошую семью, либо не создадим семью вообще. Но заповедь эта дана абсолютно не случайно. Указывает вот на этот аспект человеческих отношений. Настолько глубоко проникновение между мужчиной и женщиной во время сексуального акта, что оно не ограничивается только телесным соединением. Происходит и душевное, и в чем-то и духовное соединение между ними. Поэтому-то апостол Павел говорит, что тот, который согрешает с блудницей, фактически становится единым телом, в том смысле, что единым целом с этой блудницей. Поэтому, конечно, если человек согрешает таким образом, он разрывает свои связи духовные, душевные, телесные, со своей женой, ну а жена с мужем, если она согрешает, и по сути дела устанавливаются другие связи. Ну а кроме того, конечно, вот подобный свободный взгляд на брак, что захотели – сошлись, не захотели – разбежались, опасен тем, что в любой семейной жизни будут определенные испытания. Если он сказал, она моя единственная на всю оставшуюся жизнь, и она сказала, он мой единственный на всю оставшуюся жизнь, то тогда они твердо намерены сохранять свой брак. Но если позиция иная, позиция пораженческая, он говорит, что-то не понравится – разбежимся, она говорит, что-то не понравится – разбежимся, то тогда, конечно, любой подобного рода брак будет недолговечным и непрочным. Надо сказать, что в период, когда евреи вернулись из Вавилонского плена, в 3-м, 2-м, 1-м веках до Рождества Христова произошло подобное осмысление данной заповеди в несколько более легкомысленную сторону. Некоторые раввинские школы, в частности, мы с вами знаем, что была такая школа Гиллеля, раввина Гиллеля, которая вообще была школой свободолюбивой, она интерпретировала закон в свободолюбивом плане. Эта школа говорила, что, вообще говоря, может быть много разных причин для развода мужчины и женщины. И среди этих причин вначале перечислялись такие. Ну, если жена приготовила невкусный обед, или если жена чем-то досадила мужу, можно развестись. Позже стали приводить даже такие причины. Жена перестала нравиться, и мужчина нашел в себе более симпатичную девушку, и в таком случае тоже он мог вроде бы как развестись. Мы знаем, что ко Господу Иисусу Христу обратились с вопросом, а какие могут быть причины для развода, на что Господь ответил отсылкой к книге Бытия, не к закону Моисееву, что очень важно, а именно к книге Бытия. Помните, он говорит, что, смотрите, вначале сотворил Бог мужчину и женщину. Что Бог сочетал, тот человек не разлучает. То есть именно вот этот момент единения, когда юноша и девушка становятся мужем и женой, он и есть момент, когда они стали единым целым. Не только в телесном смысле, но и в душевном, и в духовном. Они ведут один и тот же образ жизни. Вместе просыпаются, вместе засыпают, вместе гуляют, отдыхают и так далее. И поэтому, говорит Господь, нет причин для развода. Кроме одной причины, прелюбодеяния либо мужа, либо жены, потому что прелюбодеяние уже показывает, фактически брак распался. И, конечно, если произошло прелюбодейство, уже нет прежних чувств, нет прежних отношений, и тогда брак может быть расторгнут по причине того, что уже он и не существует. Восьмая заповедь. Не кради. Мы сейчас эту заповедь понимаем, что нельзя красть какие-то вещи. Причем каждый мыслит в масштабе своего собственного контекста, своего окружения. Кто-то считает греховным украсть ручку с парты соседа, кто-то считает греховным украсть тысячу рублей. Но я надеюсь, что есть очень богатые состоятельные люди, которые понимают, что они грешат, когда воруют, например, миллионы. Мы с вами знаем такие случаи, когда огромные суммы денег с ворованных были найдены на квартире у воров. Но на самом деле, при всем том, что, конечно, эта заповедь предполагает, что нельзя воровать вещи, прежде всего в историческом контексте она указывала на запрет воровать людей. Потому что там используется древнееврейский глагол ганав, который фигурирует в истории с Иосифом. Помните, братья фактически воруют Иосифа и продают его в рабство. И вот это было распространено в древнем мире, когда человека могли украсть, но не просто украсть, а нажиться за счет этой кражи, украсть и продать в рабство. Это было очень страшно. Это было почти то же самое, что человека убить. Поэтому в еврейском народе это недопустимо. Не может человек, находящийся с другим человеком в заветных отношениях с Богом, другого продать в рабство. Не может он его украсть. Поэтому, конечно, прежде всего заповедь запрещала вот такого рода страшный грех. Ну, а постепенно она стала означать, что не только другого человека не укради. Но понятно, что нельзя и красть то, что является частью имущества другого человека, потому что это тоже грех. Девятая заповедь. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Иногда у нас ее понимают как то, что я про кого-то сказал плохое слово. Действительно, плохое слово, клевета – это вещи, которые тоже нарушают волю Божию в отношении нас с вами. Помните про нецензурные слова? Святой апостол Павел говорит, «Гнилое слово, да не исходит из ваших уст». Ну, и понятно, что если я о ком-то говорю неправду, если я на кого-то клевещу, я уподобляюсь тому самому первому клеветнику. Вы же помните слово «диавол» по-гречески «диаволос» означает «клеветник». Но этимологически оно означает «диа» – это «раз», «валло» – «бросаю», «разбрасываю». То есть, когда я на кого-то клевещу, я при этом людей друг с другом сталкиваю, они друг от друга разбегаются. Однако здесь речь идет не об этом. Речь идет о лжесвидетельстве на суде. На суде человек может показать что-то, из-за чего другой, невиновный на самом деле, лишится или своего имущества, или своей свободы, или даже своей жизни. И, конечно, вот подобного рода клевета на суде будет столь серьезным преступлением, что подпадает под одну из десяти заповедей. Поэтому, конечно, очень важно помнить, помнить это полезно и в нашей с вами духовной практике, что бывают люди неправильно понимают данную заповедь, приходят и говорят, «я, наверное, согрешил против одной из десяти заповедей, согрешил смертным грехом, потому что я плохо сказал про тетю Машу». Нет, ничего подобного. Если ты не стоял на суде, дав клятву и не говорил, что тетя Маша сделала то-то и то-то, а она в результате пострадала, то ты заповедь не нарушил. Но, конечно, мы помним и о вполне естественных логичных следствиях из этой заповеди. То есть, если страшно и ужасно о другом человеке сказать что-то, что приведет к потере его имущества или достоинства, или жизни, то, конечно, мы должны свой язык, свои уста останавливать для того, чтобы не сказать и меньшее, что тоже может человеку навредить. Потому что, как пишет Соломон в своих притчах, «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а слово мудрых врачует». Десятая заповедь. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Эта заповедь является логическим продолжением и даже завершением предыдущих заповедей. Но ее особенность заключается в том, что не только на деле, на практике ты не должен этого делать, чего-то плохого, но должен себя остановить уже на уровне мысли. Безусловно, эта заповедь является предтечей Нового Завета, указанием на то, что в какой-то момент, в определенную эпоху, в определенный период придет Мессия, придет Спаситель, Он нас избавит от греха, проклятия и смерти и даст нам возможность, даст нам силы, даст нам благодать не только не согрешать на деле, но даже и хранить свой ум, хранить свои намерения. Хотя еще в тот момент, когда заповедь была дана, не было искупления рода человеческого, но уже через эту заповедь Бог постепенно готовил еврейский народ к тому, что нужно останавливать свой процесс, свой мыслительный процесс, не желать чего-то плохого и дурного. Безусловно, когда мы с вами читаем Новый Завет, то мы видим, что новозаветное учение Господа Иисуса Христа, особенно Нагорная проповедь, по сути дела являются продолжением и расширением данной заповеди. Ну а для евреев, которые очень тщательно старались именно вот эти основные 10 заповедей исполнить, она была тем самым замечательным руководством к действию. Она им подсказывала, «Итак, я стараюсь исполнить каждую из предыдущих девяти, и у меня это получается, но у меня не получается сдерживать себя, у меня все равно греховные мысли, я с ними тоже должен бороться, ибо так предписывает Бог». По сути дела, эта заповедь и готовила евреев к тому, что будет Новый Завет, именно тот завет, который будет написан в сердцах, и пришествие этого завета будет означать и необходимость жить иначе. По сути дела, когда сначала Иоанн Креститель, а потом Господь Иисус Христос обращаются к еврейскому народу с одной и той же фразой в начале своего служения, в начале своей проповеди, «Покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное», то те евреи, которые на деле понимали заповеди, которые помнили о 10 заповеди, они говорили, «Да, нам еще мкается, даже если мы не согрешили на деле, у нас все равно были греховные мысли, желали или жены, или имущества, или еще что-то было». Поэтому деятельность Иоанна Крестителя и стала столь широко известной и, можно сказать, популярной в еврейском народе, действительно многие к нему приходили. Кто знает, если бы не 10 заповедь, может быть, это не приготовило бы почву для прихода предтечи, к которой готовил, в свою очередь, приход Господа Иисуса Христа. Но Бог очень мудро предусмотрел это относительно евреев. И, конечно же, получается, что для нас, христиан, эта заповедь тоже имеет очень большое, не только богословское, но и практическое значение. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...